Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены федеральные обвинения, выдвинутые в общей сложности по 37 пунктам, в том числе 31 из них, в умышленном хранении информации о национальной безопасности. Следовательно, Трамп стал первым президентом США, которому выдвинули именно федеральные обвинения, и он имеет все шансы быть осужденным по многим пунктам. Так, в дополнение к обвинениям в умышленном хранении информации о национальной обороне у себя в резиденции, Трампа обвиняют по одному пункту в сговоре с целью препятствования правосудию, сокрытию документа или записи, имеющей гриф «секретно», сокрытию документа уже во время федерального расследования и т.д. Более того, Трампа обвиняют в том, что он еще и обсуждал секретную информацию о нацбезопасности с теми людьми, которые не имеют к ней доступа. А в частности, в обвинительном акте речь идет о том, что по состоянию на январе 2021 года, когда Трамп уже не был президентом США, его имение во Флориде превратилось в такую себе закрытую базу, где с документами могли работать около 150 работников. И все эти люди могли быть причастны к попыткам Трампа скрыть документы, разыскиваемые в федеральном расследовании. Сам Дональд Трамп уже уверяет, что он не отступит, а закон не запрещает Трампу баллотироваться в президенты США, даже из-за решетки. Меня зовут Алексей Печи, сегодня у нас 11 июня на календаре. Давайте более подробно об обвинениях против Трампа и повлияет ли это на его позиции на президентских выборах. Дальше с вами и поговорим. Итак, начнем с того, что же известно об обвинениях против Трампа. Значит, федеральный обвинительный акт обвиняет бывшего президента Дональда Трампа в преступлениях по 37 пунктам, связанным с расследованием хранения Трампа в массы секретной информации в его имении во Флориде и других местах после ухода с поста президента США. Ну и вот прокуроры США утверждают, что Трамп организовал перевозку огромной коллекции очень секретных материалов к себе домой. Значительная часть этих документов состоит из разведки об, цитата, «оборонительных и вооруженных возможностях США и других стран-союзникам». А прокуроры утверждают, что Трамп приказал помощникам спрятать эти записи в ящике с его личными вещами и таким образом вывезти из Белого дома в свое поместье в Мар-Алаго. Все это происходило в последние дни его пребывания в Белом доме, но это еще не все. Вот в этом обвинительном документе говорится, что по крайней мере дважды Трамп, вот то, что доказано, показывал секретные документы своим гостям без, конечно же, допуска безопасности. Но вот к этому пункту мы еще вернемся. Он очень интересный и он связан с Ираном. Более того, прокуроры сейчас утверждают, что когда Министерство юстиции США начало расследование, Трамп приказал своему помощнику спрятать ящики с документами от этих следователей. То есть это уже препятствование расследованию. Кроме того, Трамп даже пошел против своего адвоката, потому что, как оказалось, когда адвокат ехал вместе со следователями в эту резиденцию, он же там строил какую-то линию защиты, но Трамп его не предупредил, что они взяли и спрятали эти все документы. И вот теперь Трампу предъявлен 31 пункт обвинения в нарушении закона о шпионаже, из-за, цитата, преднамеренного хранения секретных документов, плюс еще 6 пунктов обвинения, включая препятствия правосудию и ложные заявления, связанные с его возможными попытками воспрепятствовать расследованию. А его помощник Наута тоже был обвинен в 6 преступлениях, связанных с тем, что он сознательно помогал Трампу прятать эти документы. А теперь американские СМИ ужасаются тем, насколько халатно Трамп вообще относился ко всей этой секретной документации. Вот я вам приведу стату политик. Доказательства, собранные командой прокурора Смита, рисуют ужасную картину экс-президента, просто похищающего национальные военные тайны и прячущего у себя дома, несмотря на возможные последствия. Трампа, вступившего в должность в 2017 году после кампании, во время которой он критиковал демократку Хилари Клинтон за то, что она подвергла секретную информацию опасности на незащищенном сервере электронной почты, теперь сам Трамп изображен как хаотично прячущий документы в разных углах своего имения с открытым доступом к ним для работников его клуба. Ну то есть Хилари Клинтон обвинял в том, что у нее на почте взломали почту, достали документы, и вот как же так нельзя так вот халатно относиться, а сам, ну просто по сути поразбрасывал документы у себя в резиденции. Кроме того, издание «Политику» приводит еще один вопиющий эпизод халатности Трампа и того, как его действия могли повлиять не только на США, но еще и на другие страны. А как рассказали следователи, в декабре 21-го года помощник Трампа, Наута, нашел несколько коробок, которые просто валялись на одном из кладов в имении Трампа в Мар-Алаго, и часть этих документов повываливалась из ящика, вывалялась на полу. И все бы ничего, но Наута взял, сфотографировал эти документы и показал вот этот весь беспорядок другому помощнику Трампа. И как установило следствие, вот эти разбросанные документы были секретными документами разведки «Пять глаз». Поясню. Объединение «Пять глаз» — это разведывательный альянс, в который входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. И документы этой разведки, не только США, просто валяются на полу на складе в резиденции Трампа. Здесь есть еще один вопрос, а зачем Трамп вообще эти документы вывозил из Белого дома? И вот теперь, если Трампа в конце концов будут судить и признают виновным по 37 пунктам, ему грозит потенциально длительный срок заключения. Потому что, смотрите, каждое обвинение в умышленном хранении документов влечет максимум 10 лет лишения свободы. За каждое. 31 на 10 — 310 лет получаем. Каждое обвинение в препятствовании предусматривает 20 лет лишения свободы. У него их 6. Обвинения в ложных заявлениях выдвигаются на 5 лет. Поэтому в целом Трампу, гипотетически, конечно, может грозить около 400 лет суммарно. Ну и уже во вторник, 12 июня, планируется первое появление Трампа в федеральном суде Майами. Но это же не все еще обвинения против Трампа. Их там накопилось очень много. Три месяца назад Трамп столкнулся с обвинениями по еще 34 обвинениям в Нью-Йорке за, как вы помните, фальсификацию деловой документации в связи с скрытием денежных выплат актрисе. Ну, чтобы она молчала о их романе. Ну и еще два уголовных расследования могут привести к дополнительным обвинениям. Это еще одно расследование того же прокурора Смита по поводу попытки Трампа сорвать результаты выборов 2020 года. И расследование окружного прокурора Атланты Фанни Уиллис также по предвыборным махинациям Трампа. Ну и теперь давайте более конкретно по документам этим пройдемся. В обвинительном заключении, как я сказал, 31 конкретный документ указан. 21 документ назван совершенно секретным, 9 секретным, 1 без грифа секретности, но он касается военного планирования Соединенных Штатов на случай непредвиденных ситуаций. Это вот название этого документа. Что тоже можно расценить как, по сути, секретное. И вот прокуроры подчеркивают, что Трамп осознавал важность защиты секретной информации, плюс лично руководил тем, кто и какие документы должен вывести в его резиденцию. То есть, как бы списать все на помощников не получится. Кроме того, американские СМИ приводят еще несколько просто кричащих подробностей. Например, что Трамп показывал левым, извините, людям документы, связанные с возможной операцией США против Ирана. То есть, была прописана уже определенная операция, как, если что, реагировать. Причем в военном плане. И дальше Трамп жаловался, что он не может, он их сейчас обнародовать, ну, слишком палевно будет. И для нас эта история вообще критически важна, потому что Иран активно помогает России в войне против Украины. И, ну, неизвестно, а вот эти люди, которым Трамп показывал эти документы, они делились этой информацией с кем-то еще или нет? Вот я вам приведу статую, опять-таки, что политику об этом пишет. Как утверждается в обвинении, по меньшей мере дважды после того, как покинул пост президента США, Трамп демонстрировал секретные документы другим, кто посещал его в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В июле 21-го года Трамп показал писателю, издателю и двум сотрудникам план атаки, который, по его словам, подготовили для него американские военные. Сообщается, что аудиозапись встречи включала документ, разработанный главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милле относительно Ирана. Во время этой встречи Трамп якобы сделал признание, заявив, что мог рассекретить документ, когда был президентом, но теперь, увы, не может. Сам Трамп накануне заявил, что не будет выходить из президентской гонки 24-го года. Они смотрят на все обвинения, и даже если его осудят, он все равно будет дальше идти на выборы. А Трамп заявил, что он никуда не уйдет, потому что, если бы хотел это сделать, то сошел бы с тропы еще в 2016 году во время тогдашних выборов. Ну и здесь есть как бы самая интересная деталь. Законы США не запрещают Дональду Трампу баллотироваться в президенты даже из тюрьмы или в статусе осужденного. То есть даже если его посадят за решетку, он все равно оттуда может выступать кандидатом в президенты на выборах. Но, как вы понимаете, это будет вообще некий нонсенс, потому что такого как бы еще не было. И вот в интервью в субботу Трамп заявил, что все дело против него, оно, конечно же, политически мотивированное и надуманное. Мол, это его преследует. Кроме того, Трамп как бы полностью отбрасывает вообще самую вероятность, что его осудят. Говорит, этого не будет. Но парадокс в том, что как только, вот по поводу электральных настроений, как только против Трампа выдвинули вот эти новые обвинения, донаты, вот сборы денег на его предвыборную кампанию резко выросли. Поэтому как бы часть американцев явно ему верит. И вот приведу вам цитату из его интервью, когда он летел в штат Джорджи в субботу, это вчера. Трамп предусматривает, что его не осудят и сказал, что не собирается заключать соглашение о признании вины, хотя он оставил открытым возможность сделать это, цитата, «если мне выплатят определенную компенсацию». Он уклонился от возможности помиловать себя, если победит на выборах в 2024 году. «Я не думаю, что мне когда-нибудь придется это сделать», — сказал Трамп. «Я не сделал ничего плохого». Хотя Трамп сказал, что сбор средств на предвыборную кампанию резко возрос после предъявления обвинений. Он признал, что это, конечно, нежелательное развитие событий. «Никто не хочет быть обвиненным», — сказал Трамп. «Мне безразлично, что результаты моего опроса значительно выросли. Я не хочу быть обвиненным. Я никогда не был обвинен. Я прошел всю жизнь, а теперь каждые два месяца меня обвиняют. Это чисто политическое преследование». Опять же, насколько вот эти последние обвинения могут повлиять на президентские праймери с республиканской партии, ну, пока вообще не ясно. Вот пока непонятно. Но, знаете, все дело в том, что парадоксально, парадоксально, но после обвинения в Нью-Йорке, вот три месяца назад, рейтинг Трампа увеличился. То есть любые эти обвинения, они политтехнологически работают ему в плюс. Более того, когда вот вчера Трамп полетел в Колумбус, в штат Джорджия, он там проводил свои митинги, так вот, когда он туда прибыл, приземлился на самолете, то его поклонники, ну, встречали его прямо вот в аэропорту на посадочной полосе. Вот кому интересно, посмотрите видео, там, Fox News, например, там это все четко видно. И, как бы, встречали его, ну, как какого-то героя. В чем парадокс. Ну, и, кстати, еще одна интересная деталь. В вот этой субботней поездке Трампа на митинги в Джорджию бывшего президента США сопровождала Мэрджери Тейлор Грин. Может быть, уже кто-то забыл, кто это такая. Так вот, это конгрессмен. Она во время выборов в Конгресс обещала, что она лично будет добиваться того, чтобы Украина не получила ни одного пенни. Ну, а сам Трамп обещал вообще завершить войну в Украине через 24 часа, ну, наверняка заставляя Украину капитулировать. А для Украины вопрос того, кто именно будет представлять республиканскую партию на президентских выборах США в 2024 году. Крайне важно. Но пока вот о своем желании баллотироваться на пост президента от республиканцев высказались губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент Трампа Майк Пенс и бывшая постоянная представитель США в ООН Ники Гелли, которая, кстати, накануне публично раскритиковала Трампа и Десантиса за их позицию относительно войны России против Украины. Вот она, Ники Гелли, выглядит, наверное, ну, если можно так выразиться, наиболее привлекательным для Украины кандидатом. Но, к сожалению, к сожалению, там небольшие как бы у нее проценты, и пока позиции Трампа, ну, выглядит так, что они все-таки остаются в рамках вот республиканских избирателей относительно непоколебимыми. Поэтому и Праймерис может, ну, так и не принести какого-то, знаете, хорошего сюрприза для нас. Но я поставлю здесь многоточие, мы к этой теме еще обязательно вернемся, если она будет иметь развитие. Сейчас попрошу вас, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подпишитесь на мой личный YouTube-канал, называется он Алексей Пичи, и напишите в комментариях ваше мнение по поводу всей этой истории. На сегодня буду завершивать, и дякую всем, кто доедався сегодня до нашего выпуска, и традиционно закликаю, верьте в Украину, верьте в ЗСУ, допомагайте один одному и нашим защитникам, и тогда разом мы точно переможем. Слава Украине! Бережите себя! Побачимось!